Три года назад в Хабаровске открылся первый центр цифрового образования IT-куб. В честь праздника для школьников организовали серию мастер-классов. Также они смогли увидеть, чему научились воспитанники центра, участники регионального этапа Всероссийской Олимпиады Робофест. Подробности в репортаже Яна Ленкевич. Багран Фащевский и Дмитрий Шлык вместе выполняют практическое задание школьной Олимпиады Робофест. Для конкурса они построили из конструктора робота EU3, который должен собрать светофор и добраться до финишной черты. Старшеклассники уже 4 года участвуют в подобных Олимпиадах. Из всех направлений, что предлагает IT-куб, выбрали роботехнику. Многофункционально, что из лего даже можно собрать какое-то приспособление. И мобильностью очень легко программировать. На самом деле хочется продолжать покорять новые высоты. За работой участников наблюдают судьи. Чтобы попасть на федеральный этап, школьники должны пройти два тура. Теоретический по физике и практический построить робота. И эта Олимпиада дает призерам и победителям право поступить в университеты, такие как МГУ, допустим, без вступительных экзаменов, без ЕГЭ. По случаю юбилея в центре IT-куб устроили мастер-классы для школьников 6-7 классов. Им предложили попробовать себя в рисовании компьютерных программах или решить головоломки в интерактивных играх. Но, как отмечают педагоги центра, больше всего подросткам нравится играть в шлеме виртуальной реальности. Дети очень любят приходить и играть в VR-шлем. Это у них самое главное развлечение. Поэтому в основном все мастер-классы проводятся для детей, чтобы их заинтересовать технической деятельностью. За три года в Хабаровском крае открылось четыре центра IT-куб. Школьники занимаются по восьми направлениям в сфере информационных и телекоммуникационных технологий. В будущем планируется сделать отраслевые программы. Если мы занимаемся инженерным творчеством, то это не просто творчество, а инженерные профессии. Это все будет подсудомоделирование, базомоделирование. И в связи с этим все наши программы будут реализовываться в рамках отраслей. Все навыки, полученные в центрах цифрового образования, дети могут продемонстрировать в различных конкурсах. Например, в марте IT-куб проведет фестиваль инновационного творчества. Яна Ленкевич, Андрей Евдеев, телеканал «Губерния».